Всем привет! Это Тупо Классика, где мы рассказываем о классических коктейлях совсем чуть-чуть. И сегодня мы поговорим об Aviation. Вкратце, что такое Aviation. Это смесь джинной, ликера, мороскина, лимонного сока и фиалкового ликера. Периодически в рецептах IBA фиалковый ликер кто появлялся, кто исчезал, но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас немножко об истории. Есть информация о том, что первое письменное упоминание об этом коктейле было датировано 1916 годом. Сделал это человек, выпустив книгу со своими рецептами по имени Хьюго Энслин, его звали. Он работал в одном из нью-йорских отелей. Не знаю, как называется данный отель, к сожалению, не могу сказать. Если вы знаете, напишите в комментариях. Также есть информация, что коктейль был придуман на 5 лет ранее, в 1911 году, тем же самым барменом Энслином в том же самом отеле. Он являлся фирменным в этом отеле, поэтому якобы хранился в секрете, поэтому его нигде не публиковали. На самом деле это, мне кажется, совсем бред, чуть-чуть. Потому что он просто был в меню, его пили гости, его знали, поэтому очень странно, что он хранился в секрете, якобы, мне кажется, это преувеличено. Далее, в 1930 году великий миксолог Гарри Креддок выпускает свою известную книгу «Коктейли отеля с собой». И там он публикует рецепт Aviation уже без фиалкового ликера. Мы не знаем, то ли это какая-то личная была мотивация, какая-то презентация или нет, но официальное предположение большинства, что тогда фиалковый ликер был в дефиците. То есть это логично, что его просто не было, и поэтому его логично было не включить в состав коктейля. С того момента и началась путаница. То ли есть в рецепте фиалковый ликер, то ли его нет. Даже в списке коктейлей IBA в составе авиации иногда его выключали из состава. Спустя 10 лет, в 1940 году очередной нью-йоркский бармен по имени Патрик Даффи выпускает свой сборник рецептов коктейлей, где уже в составе авиации есть фиалковый ликер. Наверняка это связано с ростом популярности ликеров, замедленным, но тем не менее. То есть сейчас ликеры достаточно популярны. И сейчас уже много брендов, конкурирующих между собой, которые выпускают фиалковых ликеров достаточно много. Вообще, коктейль Aviation достаточно хорошо сбалансирован по кисло-сладкой части. И сначала мы его приготовим, а потом попробуем узнать, почему он так называется. Берем коктейльную рюмку и ставим охлаждаться. Выполняем его ингредиентами. Джин, ликерная распина, сок лимона, чуть-чуть фиалкового ликера. Сольем талую воду с шейгер. Сношенько сбалкаем. Сношенько сбалкаем. Бросим лед и отфильтруем коктейль в коктейльную рюмку. Кладем цедру лимона. Кто-то еще свищет и коктейль не пьет. Ну и непонятно, почему коктейль называется авиацией. То ли из-за его небесного цвета, то ли из-за того, что он уносит вдаль после его употребления. Коктейль готов. Можно подавать. Коктейль.